В 2003 году на Русском военном географическом суде «Сенеж» мне довелось принять участие в экспедиции в Баренцево море и берегам Новой Земли на поиски остатков печально-известных конвейеров по 18, уничтоженного немецким флотом, подводными лодками и авиацией почти полностью до 1942 года. Это было грустное путешествие. На борту, я как геофизик, мы в геолокации искали суда на грунте, и на борту находились ветераны полярных конвоев. Если кто не знает, в начале 40-х годов, когда немцы выбили практически всю нашу авиацию на аэродромах и танки, которых у нас было гораздо больше, чем у немцев в начале войны, союзники помогали нам тяжелым вооружением, и вот эти конвои, как называли караваны транспортов, шли через Исландию, из Канады, из Северной Англии, во вход Атлантического океана, мимо Норвегии и дальше в порты Архангельск и Морбасы. На пути их встречали немецкие подводные лодки, которые базировались в фьордах Норвегии, и только после войны было установлено, что была база немецкой подводных лодок у нас на новой земле, которую мы войны так и не обнаружили. И вот в июле 42-го года 17-й конвой под охраной британских военно-морских судов шел в Архангельск и Мурманск, и на середине пути, по указанию британское адмиралтейство, охранение, боевое охранение, неожиданно бросило корабли, и пошло, значит, там есть разное мнение, я считаю, что Тирпиц, так сказать, вышел немецкий линкор знаменитый, и они хотели, то ли они испугались, то ли они пришли его откладывать. Так или иначе, тихоходные гражданские суда, вооруженные только легкими зенитными орудиями, были брошены на полный разор фашистской авиацией и фашистским подводным лодкам. Им был дан приказ рассредоточиться и самостоятельно идти в Архангельск и Мурманск. Сказал, губительный приказ. Практически почти все погибли. А самые умные капитаны, они шли не в Лаканский мороз, они шли к берегам Новой Земли, не зная о том, что там уже тоже есть подводных лодок, их тоже уничтожили. Мы туда и шли. На борту были три англичанина, участник проекта, им средний возраст 85-90 лет, и они сейчас все уже, пожалуй, умерли. Ну, русские, естественно, были, и американцы, и канадцы, но был еще один 90-летний немец, который топил эти конвои. Бывший полковник Люфтваффе, красавец такой. У меня вот есть книжка вот здесь, у меня есть фотография, у меня с ним есть. Вот. И в фильме, естественно, он есть. Урежденный совершенно фашист, мягко говоря, который, да, мы воевали за Великую Германию, мы не могли позволить, чтобы вам довезли тяжелое вооружение, он ничего не видел. Он, значит, интересная личность, значит, он начал летать с 36-го года в эскадриле Кондор в Испании, потом он бомбил во время войны в начале Лондона Лейнград, то есть меня, насколько это. Вот. И потом он командовал эскадриле торпедоносцев, это смертники, которые атаковали конвои. Там на один полет. В эскадриле погибло, он остался живой. Ему довезли полк бомбардировки. У него, он личный друг Геринга, и все его грудь было вешано всеми боевыми орденами фашистской Германии. На фотографии он, у меня есть его фотография, вы подарили мне. Вот. Потому что одевать ему из себя, значит, запрещали все это одевать. Вот. Вся нацистская символика сейчас, слава богу, в Германии запрещена. Вот. Значит, дважды горел в небе, прыгал с парашютом, остался живой. В 45-м году взят в плен, отправил лагеря под Воркутой, не зная русского языка, бежал трижды. Трижды был возвращен, набавлен в срок, изучил русский язык. За сопряжливающий жесткий характер был выбран языками старости барака. Любимая песня широка, страна моя родная. Вот. Железный человек, который пил молоко там и водку просил его. И всякое такое. Мы с ним подружились, значит, а он перевел на немецкий язык мою песню, которую я сейчас покажу. И поэму памяти Хан-Мой, и по 18. И все ушло хорошо. Мы с ним по ремочке выбираем. Но когда он остался, что я еврей... Он очень расстроился. Я ему очень нравился. Он так не хотел, чтобы я был евреем. Вот говорит, Александру, говорит, а он до этого переводил песню мою, говорит, Александр, я перевел твою песню в памяти Хан-Мой Эпоку-17. Там неправильные строчки есть. Говорит, какие? Ты пишешь, что хорошо, когда нелетная погода. Это неправильно. Надо, чтобы она была ледная. Это вам, сволочам, ледная, чтобы нас побить. Но морякам же наоборот. Кажется, понял, он говорит. Так, ну, когда вот он стал принимать валидол, узнав, что еврей, говорит, Александр долго молчал. И говорит, может, только на половину еврей? Тут я ему врезал. Говорит, как говорил твой дружок Геренчик, на половину евреев не бывает. Понял. Он, может, в водке принял еще валидол и ушел спать в каюту, махнул руку. Поминальная молитва по морякам-конвою была после возвращения в Ленинград, Церкви Уптима-Пустыня. Вождей воинов, на поле брани убиенных, Прими к себе и память сотвори. Нестройный хор звучит в церковных стенах, Где пахнет свежей излистью внутри. Здесь отпевают моряков-конвоев, Что сгинули отсюда вдареке. Между прочим, с непокрытой головой Стою я со свечкой в руке. Забытые, припоминая, раны Под флагами союзных прежде стран Среди других сагменных ветеранов Стою я, как будто ветеран. Поскольку здесь мой дом сгорел в блокаду, В которой мне выжить довелось, И сам я уроженец Ленинграда И Петербурга нынешнего гостя. Знакомься с детства, чаяк этот гомон И монументов бронзовой рати. Сюда и сам я не в пример другому Когда-нибудь отправлюсь умирать. А девушки поют в церковном хоре, И вдалеке от питерской земли Шумит в тумане Баренцева моря, Погибшая скрывает кровь. Памяти конвой по-посемнадцатому Аргумент неоткончен с морем, Свой середы пронзительный войн Для похода в далекое море Корабли собирают конвой, И волна раскрывает объятья, Им поют, провожают гудки. Это ваши друзья или братья, Повалитесь за них, моряки. Это ваши друзья или братья, Повалитесь за них, моряки. Каждый твердо в звезду свою верит, Только знать никому не дано, Кто вернется обратно на рек, Кто уйдет на холодное дно. Не дожите до скорой обеды, Ненадежной мечте вопреки. Это ваши отцы и не делай, Повалитесь за них, моряки. Это ваши отцы и не делай, Повалитесь за них, моряки. Спал метел и сприт у шпурвалов, Чтоб погода неленая была, Чтоб бомба суда миновала, И торпеда в пути пошла. Отлетают эксперты, дружи, Словно чайки в полете мы, Никому не добраться на суши, Повалитесь за них, моряки. Никому не добраться на суши, Повалитесь за них, моряки. Над водою соленой от горя, Тень полярный горит синевой, Для похода вдаленая, моряки. Хоробьтесь за них, моряки. Крокочут салюты прибоя, И на моржке тонут витки. Это те, кто закрыл вас собою, Повалитесь за них, моряки. Это те, кто закрыл вас собою, Повалитесь за них, моряки. Подобие черно-белого экрана, Скупая ленинградская природа, По улице проходят ветераны, Санец их меньше, год от года, Сияет медь, открытые окна в доме, По мостовой идут они едины, И сверху мне видны, как на ладони, Их ордена, и сгорбленные спины. С годами все труднее их, марш короткий, И слезы неожиданная душа, Дот их нетвердой старческой походки, От песенных, что разрывают душу. И взводы не набрать им в каждой роте, Пусть не это затемнение в Ленинграде, Они одни по-прежнему на фронте, Они одни по-прежнему в осаде, И в бае раз в году, по крайней мере, Переходят им снова, как когда-то, Подсчитывать растущие потери, Держаться до последнего суток. А в бедном отпавших знален, Малопробу от битвы жестокой, Знам последний вчера пастион, И вздувают родим Севастополь, Израилы молвит солдат, Спотыкаясь на каменном спуске, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Над карманом приспущенный флаг, В небе весь ром хищный станет, В дороге будет последний моряк, Горобильную луку оставив, И твердит, осмотря на захват, И на берег покинутый узкий, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Ждут цели наступающий год, Снова нервы, туманная блистая, Я стою в последний бельгод, Покинающий Крадскую пристань, И с чужих ищутых глазах, Не скрывая непрошенной грусти, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Праздника!